И о славе Господней. Слава Богу. Слава Богу, дорогая церковь. Для меня большая честь стоять здесь и хвалиться Господом. Меня зовут Юля, мне 32 года. Я родилась в обычной семье. Родители заботились как могли, вкладывали все самое лучшее. Но они не знали Господа и меня не научили. И поэтому с самого детства я искала смысл жизни, для чего я живу, кому все это нужно и чем это все закончится. Не находя ответов, бросалась в разные крайности. Внутри была настолько пустая и искала, чтобы меня наполнило. И так приобрела очень много боли, только разочарований и ничего большего. И когда выросла, родители мне помогли организовать фирму, открыть. Мы открыли хорошую фирму с сестрой по производству одежды. И я очень в это в кино, ну, за это схватилась. Мне показалось, что может здесь я уже себя найду. Уже до этого возраста столько наплакалась, столько во всем разочаровалась. И схватилась за работу, и это для меня стало таким идолом. Я пропадала там днями, ночами, выходные все, праздники. Я так и говорила, только работа меня лечит, только работа понимает. Мне это, мне хотелось хотя бы здесь себя найти. Но через какое-то время я и здесь поняла, что пустота. И тогда мне так страшно стало, ну, если даже здесь, ну, даже если это пусто. С виду это очень хорошо выглядело. Я директор фирмы, большой штат людей, водитель, фирменные магазины. Ну, а внутри пустота, разочарование и страх. К тому времени мой папа стал свидетелем Иеговы, старейшином и свидетелем Иеговы. Он очень много мне открывал Библию, что-то показывал. Но почему-то все, что он говорил, меня отталкивало, потому что, ну, он мне не явил свет. Все, что говорил, вроде было бы правильно, но то, как он жил, оно не складывалось у меня. Он оставил маму, нашел женщину другую помоложе, оставил маму, она болела очень. И у меня не складывалось. И пустота продолжалась, я ничем не могла себя наполнить. Но на работу пришла одна девочка, она была особенна. Она очень отличалась от всех, потому что что-то в ней было... Я сначала не понимала, что она была верующей. Но так как я была очень занята собой, всеми этими делами, как белка в колесе, она мне не проповедовала, потому что вряд ли бы я ее слушала. Но ее жизнь, она была для меня светом. Она одевалась по-другому, она себя вела по-другому. Она очень хорошо выполняла свою работу, но в то же время она не была увлечена ей так, как я. После работы я абсолютно не хотела идти домой, поэтому засиживалась дольше всех, приходила раньше всех. Она после рона, когда заканчивается работа, она куда-то все спешила. Я так подчуть спрашивала, она то на ангелизации, то на спевке, то на репетиции, то в больницу. И я понимала, что у меня после работы жизнь заканчивается, и пустота, и слезы. Я сколько плакала в подушку и не понимала, зачем это все нужно. А у нее только жизнь начиналась после работы. И этим она меня очень привлекала. И когда мне стало совсем тяжело, я начала с ней общаться. Она мне рассказывала о своей жизни, как Бог изменил ее, как Бог наполняет. И мне так захотелось тоже, потому что я видела, она не имеет финансово, она не имеет того, что имею я. Но она счастливая. И мне так захотелось, у нее был особый блеск в глазах, мне так захотелось вот так жить, как она. И она поняла, что это какие-то особые люди. Она меня потом познакомила с другими. Но я очень боялась попасть не туда, куда надо. По примеру, папа, еще многие люди, которых я встречала, они не явили мне Христа, не явили этот свех. И потому я очень боялась заблудиться. И я искренне Богу говорила, Господи, я такой лопух-лопухом, меня как заведут в такие дебри, потом не выберусь. Я тебя прошу, приведи ты, куда ты хочешь. Я начала читать Библию, что-то начало происходить в моем сердце. И Бог так привел меня в церковь, в живую церковь, где знают Господа, где Бог спасает. И когда я пришла в церковь, все изменилось. И самый лучший день, я помню его, как сейчас, когда мне рассказали, что такое покаяние. Ну, я покаялась, но я не понимала, что я делаю. И когда меня начали поздравлять, и это уже девочка, которая со мной работала, она меня начала поздравлять. Я удивлялась, ну, что она меня поздравляет, за что? И она мне начала объяснять, что Бог простил тебе все. Я не могла понять, как это. Я все время думала, ну, я столько нагрешила, такой, ну, такой воздух сзади себя тащила, что мне придется теперь добрыми делами как-то это замазывать. Она говорит, нет, все, по милости. Я когда-то услышала, это, ну, Бог настолько приобрел меня любовью. И для меня это такая радость была. И я уже на следующий день думаю, ну, на следующий воскресенье думаю, ну, в этот раз я покаялась просто, ну, думала, вроде надо. Но на следующий воскресенье я ждала. Я так ждала, чтобы выйти по-настоящему. Ну, уже понимая, что это, с благодарностью. Когда был призыв к покаянию, первая бежала, и я уже не смотрела на людей, не стесняясь. Я понимаю, что перед самим гостеподом предстаю. И он просто по милости ни за что вот так прощает меня, не мудрая, ничего не стоящая, по великой любви. После этого жизнь моя очень сильно изменилась. В мою жизнь пришел Господь. Он наполнил меня. Мне не пришлось ходить уже с масками, как я это делала, потому что, ну, кому признаешься, что все, что ты делал, все это, оно опустошает. Я ходила с масками, делала вид, что это то, к чему я стремилась, но была пустая. А тут пришел Господь, который наполнил меня. Настолько радость такая пришла. Каждый день для меня был счастье. Каждое утро для меня такой подарок. Жизнь моя очень изменилась. И мне очень захотелось ответить Богу взаимностью. Я понимала, что, конечно, я не смогу ответить по-настоящему, так как Бог сделал. Но все, что могла, посвятила свою жизнь Господу. Отдала все, что Он мне дал. Господь, все это Твое. Веди теперь Ты меня. До 27 лет я ходила своими путями и кроме слез, разочарования, ничего не получила. Я отдаю свою жизнь Тебе. Ну, только Ты знаешь, как меня провести и что для меня во благо. Твои высоты выше моих. И поэтому я начала идти шаг за шагом. Бог вел меня. И я все время просила, Господи, где Ты меня видишь? Что Ты приготовил для меня? Где мне послужить? И Бог так начал чудно вести меня в детские служения. Я сначала не знала, как. Не умела. У меня своих деток не было. На тот момент я была замужем. Муж мой неверующий был. Он то приходил, то уходил. Мама очень болела. Но детские служения как-то особо. Бог меня вел, учил меня. Мне это очень по сердцу было. И когда очередной раз муж ушел уже, вроде как безразвратно, я сказала, Господи, ну, у меня такое желание взять ребенка. Я понимаю, что это от Тебя желание. Я с самого детства хотела. Я помню еще, когда в детстве я смотрела телевизор, там показывали про интернаты. Я всегда плакала. И думала, я когда вырасту, обязательно своих рожу. И обязательно возьму еще ребенка. Почему-то на тот момент я хотела негритенка взять. Но мне казалось, наверное, в Советском Союзе, что такому ребенку тяжелее всего. А мне очень хотелось помочь им на тому, кому, ну, ничего не светит. И так я начала молиться, говорить, Господи, я знаю, что то, что в моем сердце, это Ты даешь. Это не мои желания. Поэтому я верю, что Ты и дашь ребенка, и проведешь, и благословишь. Потому что на себя я не надеюсь. Я сама себе рада никогда не могла дать. И я не смогу воспитать ребенка без Тебя и что-то вложить. Ну, только Ты сможешь. И так начали молиться. Пошла к служителю. Служитель благословил в этом. И я начала молиться. В самом начале я начала так мечтать, кого бы это я хотела. И так быстро меня занесло в этих мечтах. Я уже представила, какой пол и какой цвет глаз. И потом, стоп, а что же я делаю? Я же не мебель в дом выбираю. И я так покалываюсь. Господи, прости и помилуй меня. Не хочу даже думать. Ты приведи ту душу, которую Ты приготовил. Я не знаю, кто это. Мальчик, девочка, подросток, младенец. Не знаю. Все в Твои руки отдаю. Ты приведи, кого Ты хочешь. Кого Ты уже предназначил. После этого я ничего не представляю. Просто молилась два месяца, пока собрала документы. Молилась об этой душе. Я говорила, Господи, я знаю, что Ты уже видишь эту душу. Ты уже ее приготовил. Ты уже сейчас ее благослови. Ты уже сейчас ее оберегай как-то. И так и получилось. Пока я собирала документы, моя сестра во Христе, она на базаре забрала девочку. В три года она ходила с прабабушкой. Они просили милостыню. Потому что в центре Бучи вроде. Но они практически умирали с голоду. И поэтому она ее забрала к себе. Но она сразу ей сказала, мы твои самые лучшие друзья, но мы будем молиться, чтобы Бог тебе дал семью. Она не знала о моих мыслях, что я собираю документы. Я ничего не знала, что в ее доме происходит. Но так вот Бог вел нас. И потом, когда уже все документы сделала, у нас на причастии пастырь говорит, есть девочка, она очень нуждается в семье, в заботе, в любви. И я понимаю, что это ответ Божий на мои молитвы. Начать и на трубку. Понимаю, что это моя девочка. Это Бог мне ее привел. И Бог благословил очень. И доверил мне эту душу драгоценную. Сначала, конечно, слава Господу. Это необыкновенный подарок Бог даровал мне. Это необыкновенный ребенок. И она очень тяжелый путь прожила. Она до трех лет видела. Ну, столько, дай Бог ей все это позабывать. Очень много боли. И поэтому мы так вместе полюбили друг друга с первой встречи. И потом начал Бог нас уже вести вместе. Она меня воспитывала. Я ее воспитывала. В общем, вместе и шли по жизненному пути, уповая на Господа. Было тяжеловато. Мужа не было рядом. Мама очень болела. Но я все время молилась, Господи, научи меня. Прошу, научи меня в малом быть тебе верной. И когда мне предлагали помощь с детьми, с ребенком посидеть, с мамой может помочь, я все время отказывалась не из-за гордости. Я говорила, Господи, ну если я не научусь этим одним дитям справляться, ты же мне не доверишь больше. И я просила. И Бог давал сил. Проводил меня. Мудрости давал. Воспитание. Со временем мама болела. Я ее похоронила. Остались мы вдвоем. Тоже тяжеловато было. Но Бог такие силы давал необыкновенные. Когда остановилась на молитве, такую силу давал. И проводил. И прославлялся в моей жизни. Когда мы легли... Потом нас положили в больницу. Очередное... Здоровье очень было... Ну, запущенное у ребенка. Приходилось в больнице обследование. Не раз лежать в больнице. И когда мы очередной раз нас положили в больницу, причем положили нас на... Три дня. Но как-то начали тянуть врачи и говорить, ну вы еще полежите. Там что-то там непонятно со снимками. Совсем тянуть, тянуть. Я не могу понять, в чем дело. Почему нас здесь держат. И уже села, думаю, сейчас так заплачу. Думаю, ну в чем же причина. И потом позвонила мне сестра, ничего не знаю, говорит, ты там не просто так. Бог хочет тебя употребить. И она так меня поддержала. И я села, говорю, Господи, может ты действительно что-то приготовил для меня. Ты только покажи, чтобы я не просидела это время здесь зря. Чтобы я твою волю исполнила. И только вот так вот я поговорила с Богом, сразу же приходит врач и говорит, перейдите в другую палату, там девочку привезли с интерната, вы за своей присмотрите и за ней. Ну я думаю, ну там много очень, там отделение очень особенное, там много детей из интернатов. Ну думаю, хорошо, не сложно. Я иду в ту палату, а лежит эта девочка, скрутилась калачиком, с такими глазами перепуганной, плачет. Я к ней подхожу, хотела утешить. Она поднимает глазки и говорит, мама, меня так это коснулось. Я не знаю, почему она так сказала. Я начала ее утешать, сама плачу. Я говорю, ты не бойся, мы будем за тобой ухаживать, будем вместе. И что-то произошло в моем сердце особенно. Я пошла за своей дочкой, она очень ревновала меня ко всем. И я говорю, давай перейдем в другую палату, там девочку привезли. Она не видя этого ребенка, говорит, мам, давай ее заберем. Я говорю, ну это не я решаю, это Господь решает. Хочешь, давай будем молиться. Она пришла в палату сразу, так, ты не бойся, я тебя защищу, я буду с тобой спать. В общем, она так ее быстренько наставила, и та ее не отпускала, конечно. Они спали вместе, ели вместе, не разлучались. И в первый же вечер на молитве я еще говорила, Господи, ну если это тебя, ты там покажи. Она, Господи, благодарю за сестричку. Все, в первый же вечер. И шла вера, и слава Богу. На третий день я тоже уже поняла, что это Бог повел, и я уже поняла, что без этого ребенка я не смогу идти из больницы. Единственная проблема была, ну что муж скажет, я в браке нахожусь, хотя он жил отдельно, у меня было очень важно его разрешение. Я понимала, что он не согласится, он не захочет, он любил Полиночку, первую девочку, он всегда говорил, больше мне никого не нужно. Я молилась очень сильно, всех сестер и братьев просила, чтобы поддержали в молитве, я постилась, молилась, и через неделю он должен был приехать. Но я Богу сказала, Господи, я вообще не знаю, что делать, я не знаю, как его уговорить. Ты что-то сделай, но ты же как-то нашел язык киту, чтобы ему сказать, чтобы он проглотил Иону, потом выплюнул, чтобы вороны принесли пищу, потом, ну, ты как-то находил вообще, ну, язык даже к птицам и к рыбам, ну, найди язык моему мужу, я тебя прошу, ну, ты его сотворил, проговори как-то в его сердце. Я вот так с Богом договорилась, говорю, когда муж придет, я ему ничего говорить не буду, а ты сделай свое дело, потому что я верю, что этот ребенок от тебя. И когда пришел муж, мы пошли гулять, и с нами вторая девочка, ну, для мужа ничего удивительного, в этой больнице очень много детей с интерната, они рядом за нас были, поэтому особенного ничего не было в этой встрече. И я ничего не говорю, внутри, конечно, все переворачивается. Дисса сказал, что эта девочка с интерната, он поигрался, ну, буквально через полчаса пошел домой, и потом через 10 минут звонит, говорит, Юля, я не знаю, что происходит, у меня слезы на глазах, давай ее заберем. Я понимаю, что это Господь проговорил. Я знаю своего мужа, это невозможно, это чудо. Бог нашел язык, проговорил в его сердце, и мы начали собирать документы быстренько. Она его папой называет, в общем, она уже ждет, когда она в семью попадет. Но так как мой муж неверующий, и родители очень сильно начали давить, что зачем тебе это нужно, это безумие. Они же выдавали его за директрису фирмы, тут фирма работу оставила, детей набирает, ну, для них это полное безумие. Они приходили и говорили, оставь нас, оставь нашего сына, ну, зачем ты хоронишь себя заживо? И вот так вот. И они очень сильно его отговорили, чтобы он оставил меня. И через какое-то время он позвонил, говорит, я ухожу, я развожусь, все, хватит. И вот так я осталась в больнице с двумя детьми в процессе документов одна, без мамы, без мужа, ну, было очень тяжело, но Бог и церковь не оставляли, молились, поддерживали. Была очень сильная битва. Каждый день ко мне приходили люди, ну, дьявол через них сел, сильные сомнения. Пришли один врач вечером, и говорит, Юля, подумай, они так болеют, вдруг они у тебя завтра поумирают. Как ты? Я, ну, говорю, я не знаю, я не знаю, завтрашний день не в моей власти. Я как мама, конечно, не хочу их хоронить, но я не знаю, сколько Бог предопределил. Моя задача не в этом. То драгоценное время, которое Бог дал в любви, вложить в них самое лучшее, рассказать о Господе, ко Христу привести, все остальное не в моих руках. Только я это пережила, потом через какое-то время приходит другой врач, и как-то вечером они все приходили на ночь, у меня, я одна была в палате, вторая приходит, говорит, Юля, ну, ты подумай, ладно, они сейчас маленькие, ну, а потом их на ноги поднимать, где ты деньги будешь брать, муж оставил, ты не работаешь. Я говорю, я не знаю, у меня нет бизнес-плана на это все, но я знаю, что Господь не оставит. И вот так, по чуть-чуть, со всех сторон давление было очень сильным, многие отговаривали, папа отговаривал, но я все время, господи, ну, это ты ведешь, я лишь только хочу быть тебе верной и исполнить твою волю. Я не хотела взять этого ребенка, чтобы всем утереть нос, вот я все равно добилась, и без мужа, нет. Я говорила, Господи, ну, пусть будет твоя воля, только исполнить то, что ты предназначил в моей жизни. И Бог очень сильно благословил, Он очень сильно заботится о нас. Мы сейчас втроем живем, детки знают Господа. Я каждое утро вижу чудо Божье, я вижу этих детей и понимаю, что это чудо Божье, Бог хранит нас, слава Богу. И Бог нас еще повел в больницу, в Ахмадите есть отделение для вещинфицированных детей. Это очень особое место, это место плача, это место отверженных детей, это дети, которые отвержены всеми, их боятся очень, они брошены, там часто дети умирают. И Бог привел меня и церковь в это отделение, мы уже больше года ездим туда, служим этим деткам, они настолько в страхе живут. Те, что поменьше, они еще не понимают, что с ними происходит. Те, что постарше, они понимают, что жизнь у них коротка, но они так научены, что все скоро закончится. И один мальчик, он просто бился об стенку и кричал, когда я уже умру. Не потому, что он смерти хотел, он вообще не понимал, почему в ихней жизни. У них такое чувство непонимания, почему именно в ихней жизни это происходит. Родители умерли, или бросили, такое заболевание, им плохо. То есть там лежат дети, вечно инфицированные, плюс другими заболеваниями, рак, туберкулез, гепатиты. И они все в страданиях там, лежать никому не нужно, их очень боятся, даже многие врачи их сторонятся, к ним никто не приезжает, они там очень долго лежат. И мы приезжаем, я понимаю, иной раз там мамы лежат, иной раз рассказывают такие трагедии, ну, не можешь подобрать даже слов, чтобы утешить. Я понимаю, что, ну, моя задача не в этом, я не смогу утешить никого, но я могу лишь привести ко Христу, который утешит, и наполнит, и мир даст. Поэтому мы приезжаем, рассказываем о любви Божьей, проводим с ними время, а иной раз этим деткам, даже просто посидеть с ними, обнять их, и посидеть в часе. Для них это уже такое счастье, что кто-то приехал к ним. Поэтому, слава Богу, я прошу вас, вы поддержите в этом служении, молитесь, кто имеет желание в сердце, об этих детках, об этом служении, потому что это особое место. За все благодарю Господа. Слава Ему. Слава Богу.